Но когда Запад ввел санкции против России, а затем против олигархов, это было величайшим благом для Владимира Путина, которое он когда-либо мог сделать. Он сказал, подожди минутку, ты только что лишил олигархов гражданских прав. Спасибо. Я ждал этого очень долго. Они ушли. Теперь ему может стать тяжело. Теперь он обращается к прозападным элементам своей экономики. Запад тоже облегчил ему задачу, потому что Путин не мог развестись. Это затронуло бы 30% населения, потому что никогда не забывай, что Россия это демократия, и 30% населения перешли бы на сторону оппозиции. Он бы проиграл выборы и побеждал всего на 52-53%. Он бы проиграл эти выборы. Ты не можешь, так что он не мог отключиться, но Запад отключился за него, и он сказал, не вини меня. Запад сделал это, и они пришли к нему. И теперь последнее, что он сделал, это просто провел выборы во время войны. Опять же, выборы, которые только что произошли в этом году, не могли бы произойти при аналогичном содержании без войны. То, что сделала война, и опять же, это война, которая была навязана Путину. Это не является генеральным планом Путина. Это Путин, будучи великим боксером, реагирует, двигается и наносит удары, и ему навязали эту войну, и он сидит там и говорит. Подождите минутку, потому что он хотел, чтобы эта война закончилась. Мы знаем, что он хотел, чтобы эта война закончилась. Мы знаем, что он это сделал. Таков был замысел конфликта. Специальная военная операция должна была войти, запугать Украину и усадить ее за стол переговоров, и эта война должна была закончиться в течение месяца или двух. Мы знаем, потому что Стамбульское коммунике, которое было готово к подписанию 1 апреля, позволило бы достичь этого. Так что Путин не использовал этот конфликт для какого-то генерального плана, в чем его обвиняет НАТО. Он был вынужден реагировать на все, поддерживать конфликт, мобилизацию 300 тысяч человек, переход на военно-промышленную экономическую базу. Все это не было частью генерального плана. Это было ему навязано. Это было навязано ему. Эта война могла бы закончиться давным-давно, но Запад продолжал вливать деньги в Украину, поддерживая войну, вынуждая Путина принимать решения, и, наконец, Путин сказал. Подождите минутку, посмотрите, что здесь произошло. У меня была Россия, которая, когда началась эта война, и многие люди этого не осознают, я бы сказал, что большинство россиян, хотя я и не против войны, не поддерживали войну. Я говорю это потому, что я встречал многих россиян, которые говорят мне, что когда все это началось, я не был на борту. Я думал, что в этом не было необходимости. Я не думал, что нам нужно идти на войну. Я не думал, что в этом есть необходимость. Я не понимал, что происходит. Сегодня вы не слышите ничего подобного. Сегодня эта война является экзистенциальной борьбой за выживание России перед лицом генерального плана, проводимого в жизнь Соединенными Штатами и коллективным Западом. Это, как вы знаете, то, что Россия должна сделать. Уровень патриотизма вырос до предела. И самое прекрасное в войне то, что когда ты просишь людей пойти на величайшую жертву, и это не просто так, видишь, что русские это понимают. Речь идет не только о том, что происходит на линии фронта. Речь идет о том, что происходит в тылу. Если вы поедете в город Магнитогорск в России, большой сталелитейный город, вы увидите там статую русского солдата и русского рабочего с поднятым над ними мечом. Это памятник труженикам тыла. По сути, это вещь, которая говорит о том, что Великая Отечественная война это война тыла, людей, которые сделали победу возможной. Людей, которые добывали сталь, руду из земли, превращали ее в сталь, ковали ее в меч, вручали его солдату. Вы видите тот же самый меч в руках Матери России в Сталинграде. Родина манит. Она машет им вперед, держа этот меч. Ты видишь меч в руке солдата в Берлине после того, как они победили. У него есть меч, он опускает его, держа ребенка. Ты видишь тот самый меч. Ты видишь, как этот меч превращается в плуг в Организации Объединенных Наций. Круг замкнулся, но русский народ знает, русский народ знает, как важен тыл. И вот что я хочу сказать о тыле, когда тыл мобилизуется, чтобы отправить на войну сыновей, отцов, дядей, братьев, там нет места коррупции ни в коем случае. И Владимир Путин сказал, большое вам спасибо, Запад. Я собираюсь провести выборы и собираюсь привлечь к участию в этих выборах как можно больше людей, не из-за меня, а потому что они патриоты России. Я собираюсь сделать так, чтобы эти выборы были посвящены России. И так оно и было. 77% населения вышли и приняли участие в этих выборах. В прошлом году, в 2020 году, в Соединенных Штатах уровень участия в выборах имел самую высокую явку за всю историю. Я имею в виду, что 77 миллионов проголосовали за Трампа, 81 миллион проголосовали за Байдена, в зависимости от того, кто ведет подсчет. Но моя точка зрения заключается в том, что это было всего лишь 66% американцев, и это считается хорошей явкой. В России явка составила 77%, из которых 88% проголосовали за Владимира Путина. Это называется мандатом. Он будет приведен к присяге. Я думаю, что инаугурация состоится 7 мая, и когда он принесет присягу, в России уже сейчас говорят о чистке. Ты видишь, что Владимир Путин знает, что ему 71 год. Опять же, русские знают свою историю. Они знают, что произошло в конце существования Советского Союза, когда лидеры держались до самого конца. Брежнев потерял рассудок. К тому времени, как он закончил свою речь, он превратился в бормочущего идиота. Когда Андропов пришел к власти, он был смертельно болен. Ты знаешь, несмотря на то, что он хотел сделать лучше, возраст догнал его и убил от рака. Его сменил Черненко, который был буквально мертв мозгами, когда его приводили к присяге, но он был частью истеблишмента. Только после того, как Черненко умер, Горбачев, которому в то время было за 50, стал следующим лидером. Но к тому времени система настолько рухнула, что Горбачев не смог ее спасти. И это привело к 1990 годам, когда Борис Ельцин превратился в старого, пьяного, нелепого человека, к тому времени, когда он был свергнут. Владимир Путин вступил в должность в возрасте 40 лет, когда стал президентом. Сегодня ему 71 год. И ты знаешь, он знает, и русские знают свою историю. Хорошо, у него есть 6 лет. Так что ему будет 77 лет. Сейчас он еще молодой человек. Я имею в виду, что он активен, он физически активен. Он говорит очень хорошо, но он не бессмертен. И к 2030 году, на следующих выборах, если Россия по-прежнему будет смотреть на 77-летнего мужчину, как на свое будущее. У России будут проблемы, и Путин знает это. Но он должен исправить Россию. Он не может позволить России продолжать быть такой, какой он ее унаследовал от Бориса Ельцина. Потому что, остатки этого больного режима должны быть устранены. И он собирается их устранить. И война позволила ему это сделать. Так что это еще одна вещь об этой войне. Она носит трансформационный характер не только в геополитическом масштабе, но и для России. Россия, которая возникнет в результате политических решений, которые Владимир Путин собирается принять в ближайшие шесть лет, не могла бы возникнуть без этой войны. У Путина были связаны руки. Уровень коррупции, уровень болезней, уровень недуга, поразившего Россию, никуда не делся. У меня есть много друзей, которые говорят, Скотт, ты такой пророссийский. Так что я не пророссийский. Мне нравится Россия, но я реалистично смотрю на Россию. Я понимаю Россию. Я прилагаю усилия, чтобы понять, что Россия это нация, разжигающая коррупцию. Я бы не назвал это разжиганием коррупции, но это нация, которой присуща определенная врожденная коррупция. Система государственного управления была унаследована от Владимира, от Бориса Ельцина и Владимира Путина, для того, чтобы помочь России выжить в эти десятилетия, когда все пытались ее уничтожить, не смогла полностью искоренить эту коррупцию с российских предприятий. Теперь он собирается это сделать. И он собирается создать новое российское государство, основанное на принципах того, что определяет русский национализм. И эти принципы были выкованы в результате этого конфликта. Этот конфликт имел неприятные последствия для Запада, потому что он ослабил Запад и укрепил Россию. Россия теперь идет в ногу со временем, а не является экономическим слабаком, каким все ее считали. Я имею в виду, ты же знаешь, когда кирпичи только сформировались, они такие, это Россия, но что такое Россия? У них нет экономики. Именно китайцы будут доминировать. Русские никогда не согласятся с этим, потому что, ты же знаешь, никто не хочет подчиняться китайцам. Так что это обречено на провал. Когда Россия сегодня сядет за стол переговоров с китайцами, это будет не как слабый родственник. Это просто чертовски сильный партнер, партнер, который только что надрал задницу коллективному Западу. Теперь они сделали это с помощью китайской помощи, но китайцы теперь также понимают, что им нужна Россия. Им нужна сильная Россия, чтобы двигаться вперед с этим предприятием БРИКС. Это произошло из-за этого конфликта. Все, чего, по мнению Запада, они пытались достичь, воплощая это в жизнь, потому что помните, что эта война произошла не случайно. В 2008 году Уильям Бернс, тогдашний посол США в России, написал меморандум под названием «Нет, означает еще нет» об опасностях, связанных с попытками НАТО втянуть Украину в свои ряды. И он тогда сказал, что если мы сделаем это, это станет красной чертой, которую Россия не потерпит. Это неизбежно приведет к конфликту с Россией. Война приведет к тому, что Россия как минимум вторгнется на Украину, возьмет под свой контроль Крым и Донбасс. Запад знал, что пригласив Украину в НАТО, они запустили в ход события, которые приведут к вооруженному конфликту с Россией. Эта война не была случайностью. Это было сделано Западом намеренно, чтобы уничтожить Россию, и это имело неприятные последствия. Россия выигрывает эту войну и выходит из нее как одна из самых сильных сплоченных наций в мире после этой войны. Россия не планирует стать заменой Соединенным Штатам, но что можно сказать наверняка, так это то, что как только этот конфликт закончится. Россия больше никогда не займет второе место после Соединенных Штатов. Что же, Скотт, спасибо тебе за это. Ты преподал нам урок истории, как будто нам всем нужно было это услышать. Я чувствую, не знаю, как чувствовал себя Такер, но у меня был момент, когда я почувствовала себя немного так, как будто ты говоришь, как Путин. И я мысленно прокручивала всю эту историю со всеми этими подробностями. Но когда ты это говорил, знаешь, что пришло мне на ум. Вот что сделала Россия. Они превратили боль в цель. Это то, что всегда делает Россия. Опять же, есть старая поговорка о русских. Они медленно запрягают, но быстро ездят, и я думаю, что это означает, что русскими трудно управлять. Смотри, я дружу с русскими. Они скажут это прямо. Я имею в виду, даже ты знаешь, пытаясь организовать то, что мы пытаемся организовать сегодня, ты знаешь, я всегда слышу в ответ, что это Россия. Ты знаешь, все хорошо. Просто происходит то, что происходит. Это просто Россия. Ты знаешь, это просто требует времени. Будь терпелив. Пусть русские разберутся с этим. Они разберутся с этим, ты знаешь, и в конце концов, если этому суждено случиться, это произойдет. Медленно запрягают. Ты должен пойти и выследить ту лошадь, что это Россия, большая страна, так что конная команда разбросана повсюду. Они ушли туда-сюда, и как только ты их поймаешь и поймаешь одного, появляется волк и отпугивает лошадь. Пока ты приводишь медведя, появляется другой волк и отпугивает другую лошадь, и ты приводишь их внутрь, а они не хотят запрягаться в упряжь. Тем временем упряжь сломана, потому что ты так долго их не запрягал. Так что тебе нужно вывести одну из лошадей, срубить несколько деревьев и построить ермо. И пока ты строишь ермо, остальные лошади убегают. Так что ты загоняешь их внутрь, а потом они голодны, так что тебе нужно собрать урожай. Следующее, что ты знаешь, это то, что ты наконец-то собрал лошадей вместе, надел на них ермо и подцепил их колену, но колесо сломалось, так что ты починил колесо. Одна лошадь убегает, ты возвращаешь ее обратно, но к тому времени, как ты запрягаешь ее, ты уже готов отправиться в путь, и теперь ты ушел. И как только эта русская повозка трогается с места, как только эти лошади запряжены и тронулись с места, их уже не остановить. Она движется туда, куда она движется. Спросите французов. Спросите французов о том, что произошло, когда они решили вторгнуться в Россию в 1812 году. Я думаю, что именно русская армия оккупировала Париж в 1814 году, спросила немцев, и они приняли решение вторгнуться в Россию. Медленно запрягать, быстро ехать. Именно русские вошли в Берлин. И теперь у нас есть ситуация, когда Соединенные Штаты и коллективный Запад развязали войну на Украине, а русские не спешили запрягать. 180, 200 военнослужащих было недостаточно. Затем они мобилизовались. Но даже тогда они искали выход. Они не хотели этой войны. Они не хотели этой войны. Никто не хочет этой войны. Русские любят свой народ. Русские любят людей. Я имею в виду, что это удивительная вещь, когда изучаешь русских. Да, я американец. Я горжусь тем, что я американец. Но я должен сказать вам, что мы довольно черствы по отношению к людям, с которыми мы идем на войну. Мне еще предстоит встретить обычных американцев, которые будут плакать о том, что мы сделали с народом Ирака. Есть люди в движении за мир, которые сожалеют, которые плачут, которые рассматривают иракцев как людей. Очень немногие американцы будут плакать о том, что мы сделали с народом Афганистана. Мы все еще дегуманизируем их, принижаем их, талибов, головорезов, джихадистов, мусульман, ты же знаешь, что они не люди, но афганская мать, которая хоронит своего ребенка. Плачет точно так же, как американская мать, которая хоронит своего ребенка. Иракские матери, которые похоронили своих детей, плачут точно так же. Русские плачут, когда говорят о чеченских матерях, хоронящих своих младенцев. Русские плачут, когда говорят об украинских матерях, хоронящих своих младенцев. Ты же знаешь, что русский эмоциональный народ. У них есть целое. Вот почему мы называем это русской душой. Ты же знаешь, что есть причина, по которой ты называешь это русской душой, потому что это реально, это существует. Это не те люди, которые стремятся к войне. Они не хотят войны. Война никогда не является первым вариантом для русских. Я знаю, что говорит пропаганда, но красота русских в том, что они выиграют эту войну, они напишут эту чертову историю. И через тысячу лет эта история будет говорить о том, что русские не хотели этой войны. Мы знаем, что русские не хотели этой войны. Путин говорит, что я не хотел этой войны. Как ты думаешь, о чем был Минск? Минск был о том, чтобы избежать войны. Он мог бы уничтожить украинскую армию еще в 2014-2015 годах. Но Германия и Франция умоляли его, умоляли его пойти по пути мира, искать путь к миру. Сегодня он возмущен. Он говорит, что я был наивен тогда, зачем я это сделал. Я мог бы уничтожить, я мог бы покончить с этим тогда. Но он сказал, что я выбрал мир, это было ошибкой. Это было ошибкой. Но русские все время выбирают мир. Медленно осваиваются, быстро ездят. Они хотели мира. Мы принесли им войну, и это то, что мы получили. А теперь русские собираются выиграть эту войну. Но прелесть в том, что русские хотят этой войны, потому что они не мстительны. Они не стремятся к мировому господству. Они стремятся к региональной стабильности. Они стремятся к тому, чтобы России было позволено быть Россией, и чтобы ее оставили в покое в мире.